Только в этом году 23 человека погибли в красноярских пожарах. Чаще всего возгорание происходит из-за непотушенной сигареты, сжигания травы или печного отопления. Чтобы уберечь как можно больше человеческих жизней, сотрудники МЧС ежедневно проводят рейды. Как к ним относятся красноярцы и что грозит нарушителям правил пожарной безопасности, об этом в репортаже Елисея Савлика. Пожарная безопасность это выше всего. Евгений Епифанов к пожарной безопасности относится серьезно, тем более что живет он не в обычной квартире, а в частном доме. Печным отоплением, из-за которого часто и происходят возгорания, он не пользуется и уверяет, мусор на участке не сжигает. Раньше, признается Евгений, этим занимались соседи, но и они это делать перестали. Сейчас с этим проблем нет. Если раньше за деньги вывозили, тогда кто-то пытался траву сжечь, куда-то ее деть, закопать. А сейчас все, мусор вывозят, мы туда все выкинули, ничего сжечь не надо. Чтобы пожаров было как можно меньше, сотрудники МЧС проводят рейды. Особое внимание уделяют частному сектору. Вместе с полицией, администрацией района и соцзащитой они обходят каждый дом. Каждому жителю дают вот такую памятку о мерах пожарной безопасности. Если никого нет дома, то ее складывают в почтовый ящик. И напоминают не только о правилах безопасности, но и о том, на что могут претендовать пожилые и многодетные семьи. Скажите, у вас извещатели автономные есть? Нет. Нет? Вы в курсе, что вы можете их получить бесплатно? Нет. Понятно. Можете обратиться в районное отделение соцзащиты и написать заявление, и там вам выдадут автономные пожарные извещатели. Хорошо, это нужно делать, да, кстати? Ну, это можно сделать, да. Такие рейды проводят каждый день в разных районах города. Ведь именно осенью, когда начинается отопительный сезон, и случается больше всего пожаров. Только за этот год в Красноярске произошли почти полторы тысячи возгораний. 23 человека погибли. Чаще обычного пожара возникают из-за неосторожности при курении. Пока сотрудники только предупреждают, после начнут штрафовать. Если мы видим, что не соблюдаются требования пожарной безопасности, люди нарушают, мы однозначно применяем административную практику. То есть составляем протокол обносим правонарушения. Красноярцам напоминают, необходимо выключать все электроприборы, когда вы уходите из дома. Не сжигайте мусор и сухую траву, а также вовремя убирайтесь на своих участках и не жгите костры. Если дома у вас печное отопление, нужно проверить, исправен ли дымоход и очистить его от сажи. И не допускать перегрева печи. Если пожар все-таки начался, незамедлительно звоните по номеру 101 или 112. Елисей Савлюк, Илья Сенкевич, 7 канал.